Здравствуйте! Вы смотрите новости 1-го Карагандинского в студии работы Динара Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Финпол возбудил уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на строительство авиазавода. В Октябрьском районе покупают мусор, почем можно продать отходы, узнавала Ирина Камышова. У известного российского телепроекта Comedy Woman появились конкуренты в Караганде. Финпол возбудил уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на строительство авиазавода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, завод по выпуску фермерских самолетов КАЗ «Авиаспектр» открылся в ноябре 2011 года. В церемонии открытия участвовал глава государства, однако предприятие так и не выпустило ни одного воздушного судна карагандинской сборки. Хотя на это выделили более 2 миллиардов сенге. Накануне сотрудники финансовой полиции установили факты хищения денежных средств государственной компании КАЗ «Агрофинанс», выделенных КАЗ «Авиаспектр» на строительство завода. Каких-либо подробностей департамент не разглашает в интересах следствия. Уголовное дело расследуется. Результаты будут доведены до общественности. 25 сентября текущего года по ходатайству Департамента финансовой полиции Карагандинской области прокуратуры Октябрьского района города Караганды было по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 176 Уголовного кодекса Республики Казахстан. У жителей сортировки покупают мусор. Здесь открыли пункт раздельного сбора отходов. Теперь местные жители могут заработать на использованных пластиковых бутылках и тетропакетах. Но это за деньги или как? Новый киоск вызвал удивление у жителей сортировки. Вместо продовольственных ларьков, которых по всему району не счесть, здесь покупают, причем мусор. Расценки невысокие – от 3 до 10 тенге за килограмм, но все лучше, чем утилизировать отходы бесплатно. Пункты раздельного мусора установлены у нас с целью улучшения санитарного и экологического состояния Октябрьского района. Работы данные пункты будут с 9 часов утра до 17.00. Весь мусор будет раздельно собираться, то есть есть раздельные контейнера отдельно для пластика, отдельно для бутылок, картона. Взвешиваются они на обычных весах и сумма выплачивается сразу людям. Это уже второй пункт раздельного сбора мусора в Октябрьском районе. Первый установлен в Пришахтинске в сентябре. Еще один появится в Майкудуке на следующей неделе, говорят чиновники. Кстати, инициатором проекта стала местная компания, занимающаяся уборкой благоустройства. Идея местных жителей хоть и удивила, но порадовала. Чище будет, конечно. И экология, и все нормально. Вы приведете? Да, ничего, идея хорошая. Ко-моему, это хорошая идея. Чем выбрасывать мусор на улице, так и всем хорошо. И чисто в городе, и полезно. Во-первых, будет чистота. У меня еще мусора у нас будет. Продавать? Вот что? Буду. За рубежом тоже продают мусор. Соберят, придут, расходят. Купленный мусор будет переработан на заводах. К примеру, пластик и жесть направят на вторичное производство. Ирина Камышова, Габидин Куржбеков, Первый Карагандинский. По вопросам качества подачи тепла жители Октябрьского района теперь могут обращаться в специальный созданный штаб. Специалисты аппарата Ким Октябрьского района и инспекторы по работе с населением ежедневно ведутся приемы граждан, куда они могут обратиться не только касательно запуска тепла и прохождения топительного сезона, но и по всем коммунальным и социальным вопросам. Учитывая отдаленность регионов и для удобства жителей, работают филиалы в сортировке улица Серова, 64 и в Пришахтинске, в ДК Молодежный. Номера телефонов диспетчерской службы 24 35 46 45 88 37. Также Аким района и его заместители проводят прием граждан согласно утвержденному графику. В поселке Кошу-Кык Аргандинской области 14 пенсионеров угольного разреза получили квартиры. Ключи от долгожданного жилья старожилам вручили руководители угольного департамента Бор-Лэ. Следующими в очереди на квадратные метры от предприятия стоят афганцы-инвалиды производства. Сейткул Макожанов не привык хвастаться. Будь его воля промолчал бы программы, ты полученный от руководства области. Не показал бы и ордена трудовой славы. Домочадцы заставили. Мне сказали, юрист сказал, тебе квартиру дадут. И потом уже объявляли, мы уже оформляем дом. Квартиру в Дарсе Иткул Макожанов еще никогда не получал. Ценный подарок – признание заслуг от угольного департамента Бор-Лэ, где мужчина работал электрогазосварщиком. Пенсионер не привык много говорить. Вместо слов – слезы благодарности. Мунлик Толегенова тоже получила квартиру от угольного департамента. Женщина 33 года отработала на Каучекинском разрезе грузчиком. Мунлик с мужем уже решили, что отдадут полученные квадратные метры своему сыну. Лилия Федорова еще один новосел. 29 лет назад женщина похоронила мужа и осталась с девятью детьми на руках. Пошла в разрез на пути. А там платили более-менее за плату, чтобы поднять детей на ноги. Ну, подняла. Подняла все девять. Миром Гусал Кимбаева, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена, Абдирова, 9. Телефон 9090-09. У известного российского телепроекта «Камеди Уймэн» появились конкуренты в Караганде. Это шоу толстушек под вкусным названием «Сахар». На днях они отмечают свое пятилетие. О том, с каким настроением артистки приятной полноты его встречают, узнавал Николай Кровец. Так, внимание, вы здесь все арестованы. Ха-ха, за право нарушения, за распитие спиртных напитков в общественном месте. Че мы там хихихаем? Увидеть женщин в одежде полицейского сегодня можно нечасто. Именно поэтому пять лет назад продюсер необычного шоу «Толстушек сахар» Анна Невская решила пополнить этот пробел. Провела кастинг и выбрала самых энергичных и веселых женщин приятной полноты. Проблема была только в наборе девочек. Набор был достаточно долгий. Ну, на сегодняшний день девчонки наши работают постоянно, коллектив не меняется. Это одна большая семья дружная, несмотря на размеры, габариты и разность в характере. Одна из участниц Кристина Менгажева рассказывает, работа в шоу помогла ей раскрепоститься и избавиться от ненужных комплексов. Теперь она не стесняется быть пухленькой и уверенно себя чувствует на сцене. Мне очень нравится роль полицейского, такой жесткой очень женщины, но которая в то же время очень хочет тоже повеселиться. Бывает, что у людей складывается о нас не очень хорошее мнение, потому что они нас никогда не видели. Они думают, что это что-то пошлое, ну, что-то очень неприличное. На самом деле это очень красивое шоу, очень хорошо выдержанное, с хорошим, тонким чувством юмора. В арсенале толстушек сегодня три номера, по 20 минут каждый. Но несмотря на мизерное количество постановок, и ждут на каждой вечеринке. Среди двух женщин-папушек есть и обладательница не столь пышных форм. По словам продюсера, это одна из изюминок шоу-программы. Каждому шоу необходим экшен, какая-то изюминка, какой-то степ. Степ строится на различии форм. Ну, поэтому, собственно говоря, все просто. Худенькая девочка является у нас стажером, глупышкой такой, которую взяли под свою крылышку две реально большие пышные дамы. В общем-то, степ на этом и строится. И самое главное, что не обидно ни худышкам, ни толстушкам. Это просто смешной, хороший, добрый юмор в лучших традициях комедии ума. В полицейских это стажер полицейский, который только-только пришел на свою службу. Его обучают такие матерые, скажем так, женщины. И роль красотки. День рождения своего коллектива участницы шоу «Сахар» и их продюсер планируют отметить вместе за одним общим столом. Будет огромный вкусный торт, масса сюрпризов, а самое главное – хорошее сладкое настроение. Паплодисменты! Николай Кровец, Габиден Курыжбеков, Асхат Абедулов, Первый Карагандинский. Полицейские Карагандинской области перешли на зимнюю форму одежды. Соответствующий приказ вышел накануне. В рамках торжественного построения по этому случаю поздравили новоиспеченных страж порядка, а также тех, кто сегодня получил заветные лейтенантские погоны. Подробнее расскажет Алина Акбаева. Теплый бушлан, зимняя шапка и утепленные ботинки. В связи с переходом на зимнюю форму сегодня состоялся строевой смотр. Зимнему амбандированию больше всего рады сотрудники, которые несут службу на улице, дорожные полицейские и патрульно-постовые. В рамках построения бойцы спецназа и СОБРа устроили показательные выступления. Отметим, что ряды полицейских пополнились 38 новобранцами. Сегодня они приняли присягу. Еще 10 молодых страж порядка получили заветные лейтенантские звездочки. Сегодня пополняются у нас новые ряды полиции новобранцами. Они как торжественно получили присягу и первоначальное воинское специальное звание. Как видите, сегодня торжественная обстановка все прошло. И сегодняшний день личный состав гарнизона переходит на зимнюю форму надежды. Стоит отметить, что вместе с карагандинскими полицейскими в один строй встали учащиеся средней школы 91. Кадеты, молодые ребята с интересом и восхищением наблюдали за выступлением своих наставников. Мы с честью хотим быть полицейскими, как наши отцы. Мы с честью будем носить нашу мундирскую форму, кадеты. И мы хотим, вот, впечатление наше, что так что захват, так что стреляли с автоматами. Все хорошо. Мы пригласили сегодня, это большая честь для нас. Первый раз на таком мероприятии, ну, показательное выступление. Мы все хотим стать такими же, будем носить форму почетно и служить своей Родине. Продолжение следует... Сырвия торжественного маршу! По подразделениям направляющие знаменную группу, остальные направо. Фу! Шагом! Марш! В уголовной исполнительной инспекции Казбекбийского района состоит на учете около 200 осужденных, которые по приговору суда отбывают наказание, не связанное с лишением свободы. Это условное осуждение, но его можно сократить при условии исправления осужденного. Закон это позволяет. В отношении условно осужденных, которые своим поведением доказали свое исправление, добросовестно исполняют обязанности, возложенные на них судом, неукоснительно соблюдают порядок и условия отбывания наказания, уголовная исполнительная инспекция обращается в суд с материалами о досрочном освобождении от дальнейшего наказания по истечении определенной части срока. В суде рассмотрено и удовлетворено ходатайство на 44 условно осужденных, но это далеко не все, кто захотел снять с себя осуждение. В отношении же осужденных, уклоняющихся от контроля инспекции, нарушающих порядок и условия отбывания наказания, значит суд выходит с представлением в суд об отмене условного осуждения, либо замене ограничения свободы на лишение свободы. Например, Владиславу 1992 года рождения за систематические нарушения порядка отбывания наказания и укрывания от органов контроля, его даже пришлось объявлять в розыск, пришлось свободу передвижения сменить на места не столь отдаленные. Закон гуманен, но и строг одновременно. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Девятый трудовой сезон строительных студенческих отрядов завершился. Пора подводить итоги и делать выводы для улучшения в работе строительных отрядов. В недавнем трудовом семестре в области работало около 6 тысяч молодых людей. В этом году трудовой семестр проходил под девизом «Твой труд – твое будущее». Главные цели деятельности студенческих строительных отрядов и МТО «Жасыл Ел» – содействие в трудоустройстве молодежи, развитии у молодых людей казахстанского патриотизма. Наша молодежь принимала участие в строительстве международной автомагистрали «Западная Европа-Западный Китай». Была задействована в строительстве олимпийских объектов в Сочи. В этом году молодежь области принимала участие в возведении железной дороги «Жасказган-Бейднеу». В эту среду в здании Нур-Отан состоится круглый стол на тему «Актуальные проблемы современного строителя». На этом круглом столе будут обсуждаться наиболее актуальные проблемы строителей нашего города. А также на этом круглом столе у нас планируется награждение самых активных строителей за летний период. Молодежные строительные бригады, организованные с помощью МТО «Жасыл Ел», активно работают на стройках области. Так притворяется в жизнь программа трудоустройства молодых. «Хорошая работа, приличная. Как бы ты занимаешься, есть чем заняться, то есть востребованы». Найти достойную работу молодым довольно сложно. Нет опыта, мало знаний. Так и работодатели оправдывают свою неохоту брать таких ребят на квалифицированную работу. МТО оказывает содействие в трудоустройстве молодых. В этом году планируется охватить около двух тысяч человек. «Мы создатели, можно сказать. Это памятники, которые останутся на всю жизнь. Этим профессией хороша то, что именно остается какая-то память. Когда я уже пройдусь, я увижу, это я строил, это я строил. Это очень интересная профессия, но очень сложная». Осознание нужности, важности своей работы порождает стабильность жизни, уверенность в завтрашнем дне. Сергей Вызакосов, Марат Култенов, 1-й, Карагандинский. Две памятные монеты в 50-е и в 500 тенге выпустил в обращение Национальный банк Казахстана. Они посвящены Международной космической станции и являются восьмой парой монет из этой серии. На двух монетах размещена композиция, символизирующая единство человека и Вселенной, связь прошлого и настоящего. Под номиналом монеты находится товарный знак Казахстанского монетного двора. На обратной стороне расположено изображение Международной космической станции на околоземной орбите и число 2013, обозначающее год Чиканки. Национальный банк Республики Казахстан с 18 октября 2013 года сообщает о выпуске в обращении двух памятных монет из серии «Космос». Серебряная монета, пруф-качество биколорная, стоит 12 200 тенге. А из сплава «Незельбер» по номинальной стоимости 50 тенге. Монеты можно приобрести во всех филиалах Национального банка Республики Казахстан. Спонсор показа «Галакси Групп» – производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости 1-го Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин